9 мая весь мир празднует победу над фашизмом. И пусть где-то официальная дата триумфа 8 мая, а кто-то старается и вовсе вымрать победу из своей памяти, вся планета на самом деле помнит. Именно в этот день, 70 лет назад, закончилось самое страшное вооруженное противостояние в истории человечества. И естественно, центром празднований стала Москва. На Красной площади в очередной раз прошел главный парад страны. Он стал примечателен тем, что на нем впервые были показаны новейшие образцы техники, в том числе ставший легендарным еще до своей премьеры танк Армата. В отличие от репетиции, его появление на Красной площади прошло без малейших эксцессов. Хотя есть и те, кто уверен, у нашей страны есть и куда более мощное оружие. У России есть такое оружие, что мы можем уничтожить любую страну мира, в том числе повлиять на магнитную ось земли и опустить весь американский континент. Что будете делать? Рыб кормить танк на дне Атлантического океана или Тихого. Поэтому не надо будить в нас какие-то нехорошие настроения. Фестиваль, праздник, спорт. Но в военном отношении вы ничего никогда не сделаете. Вы только примете решение нанести превентивный удар, мы уже все уничтожим. Впрочем, о войне в будущем времени 9 мая предпочитают не говорить. Больше вспоминают павших за дело мира и надеются на будущее поколение. Офицеров надо воспитывать со школьной скамьи. Вот и видели, как прошел особенно женский первый кадетский корпус. Они шли гордые, они шли красиво. Вот это вечная молодость. И каждый из пришедших на парад в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, несомненно, испытывал гордость за свою страну. Страну, которая стала победителем, которая спасла мир от фашизма за народ страны, прежде всего. За тех людей, которые отдали свои жизни, завоевав нам вот сегодняшний день. Низкие поклоны за это. Все сердце, душу. Память могилам, память именам, память людям тем, которые сделали нас счастливыми людьми. И огромнейшее спасибо нашей армии, которая нас бережет. Впрочем, для того, чтобы испытать все эти чувства, совсем не обязательно было приезжать на парад в Москву. Главное, держать в себе память о тех людях, которые, не думая ни о каких наградах и почестях, защищали себя, своих близких и нас, еще не родившихся тогда. Быть достойными их, не предать их подвиг, а значит, не допустить повторения страшной трагедии, случившейся уже более 70 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова